Всем привет! С вами Юра, проект Geek Media. И сегодня будет наше первое предновогоднее интервью, где я поговорю с Олегом Раптовским, задам ему вопросы, которые задавали вы и те, которые придумали мы сами. Мы сегодня находимся в локации. Это классное игровое пространство, в котором можно поиграть настольные ролевые игры. Ребята, смотрим! Итак, всем привет! С вами Юра, проект Geek Media. И сегодня с нами Олег из фабрики игр, который ответит у нас на ряд вопросов. Олег, смотри! Часть вопросов я собрал из группы из твоей. Часть вопросов я собрал из группы из своей. Часть вопросов, соответственно, мы с ребятами из Geek Media помозговали и решили спросить тебя о самом актуальном, насущном и камерзном. И начнем прямо с первого вопроса. Ты мне скажи вот такой момент. Вот у вас был магазин. Как вы из магазина вдруг решили стать издателем? После магазина мы стали оптовым игроком, обслуживаем множество магазинов и решили добавить себе в портфолио, в свой актив издательство. Мы решили попробовать, исследуя опыт наших больших братьев, что издавать игры – это хорошо. Создать свое собственное издательство. Назвали его «Фабрика игр» и теперь издаем игры. Смотри, хорошо, как связан с «Фабрикой игр» магазин Cardplace? Просто момент в чем, смотри, я у вас сделал пару заказов и все время, ну, то есть не все время, но время от времени выбрасывать на их сайт. И даже когда к вам заходишь на страничку «Фабрики игр», в которой предзаказанная страница, на ней сверху пишется «Магазин Cardplace» «Купите карты Magic». Ну, это то, с чего мы начали. Мы начали заниматься розничными продажами с 2006 года, то есть нам более десяти лет уже. Действительно, мы начали с карточек магии, как розничный магазин, продавали отдельные синглы. Барыжили, короче. Можно сказать и так. Да, было такое дело в нашей истории. С 2014 года мы к этому времени уже обладали некоторым опытом оптовых продаж, мы занимались перепродажей других издательств, которые были к тому времени на рынке. Тоже барыжили. Почему ты так говоришь? Да, ладно. Я лишь немножко разведите встановку. Если все сводить к барыжили, то, конечно, да. Но мне этот термин не очень симпатизирует, потому что мы просто продавали игр. Ну, тогда отклонимся просто от терминга «Барыжили» и больше не будем его употреблять. Скажи, вот смотри, вот на тот момент, когда вы вышли на рынок с фабрика игры, это сколько это? Получается, было полтора года назад где-то, да? Ну, может быть два? Ну, мы молодое издательство. А вот смотри, на этот момент уже были такие платформы для краудфандинга и для предзаказов, как Boomstarter, CrowdRepublic. Почему вы решили свою сделать, а не пользоваться одной из тех, которые уже есть? Мы сделали свою платформу, потому что мы любим экспериментировать. Нам было интересно это сделать, мы это сделали. То есть просто как эксперимент получается? Ну, изначально было это как эксперимент, да. Нам было любопытно поставить перед собой цель и добиться, сделать свою платформу. Почему нет? Ну, вы довольны в смысле тем, что получилось в итоге? Мы довольны. Ну, хорошо, такой вот момент, смотри. Вот многие издательства, крупные в том числе, вот ко мне незадолго после тебя придет Дима из Эврикуса. И они, например, не делают никаких предзаказов, они все время выставляют сразу на полке. Почему вы так не делаете? В чем прикол? Скажу тебе честно, скорее всего мы к этому придем опять же в следующем году. Есть разные причины, почему мы так хотим сделать. Мы сейчас нацелены на представление наших игр в сетях. Сетям не всегда нравится формат того, что издатель занимается сбором предзаказов, тем самым собирая сливки. Это не нравится участникам рынка, это не нравится маленьким магазинам, потому что они считают, что мы забираем деньги из их кармана. Они могли бы продавать игры самостоятельно и делали, возможно, какой-нибудь акцент на наших играх. Поэтому в следующем году мы немножко поменяем формат и будем часть игр выпускать на рынок уже без использования нашей платформы или какой-либо другой. Ну да, в принципе, многие говорят, что и у нас, что за рубежом, что вот эти вот все предзаказанные платформы, в том числе и Kickstarter тоже самое, они убивают розничные продажи и не дают жить маленьким магазинам. В частности, вот неоднократно писали в иностранных соцсетях и в иностранных блогах, потому что вот эти вот Kickstarter-овые проекты, особенно которые полны всякими плюшками и всякими промками, они не дают нормальной продажи магазинам, которые, в принципе, могли бы первичные продажи делать очень хорошие. Ну, я с этим соглашусь. А магазины, в первую очередь, получается, что это как раз, ну, не считая вот которые у нас, за редким исключением, за рубежом, например, магазины вокруг себя строят некое сообщество. Вот вы не хотели бы открыть себе пару таких магазинов, которые были бы, скажем так, точкой концентрации и точкой привлечения новых игроков к настольным играм? Мы помогаем магазинам, мы с вами бесплатные экземпляры, чтобы они могли не вкладывать свои деньги в образцы, чтобы у них можно было взять, открыть нашу игру, показать ее людям. Ведь самые большие продажи делаются тогда, когда человек, который испытывает проблемы в подборе игры, может попросить продавца открыть или просто взять с полки открытый образец, посмотреть, что внутри. Потому что у нас остальные игры продажи идет за счет упаковки и за счет счет того, что внутри игры, как ее продаст продавец. Ну, смотри, тогда интересный вопрос будет. Вот из того, что вот за этот год вы сделали, вот какая игра у вас из локализации лучше всего пошла? В этом году уход нас такой. В этом году у нас, во-первых, завершился практически тираж Morutopia, общий тираж игры, который пережила эта игра, это уже 4 с небольшим тысяч копий. Ничего себе. В следующем году мы планируем тираж увеличить, сделать уже больше 5000 копий. Думаем дальше о развитии данной игры, сделать в ней дополнение в сотрудничестве с компанией iSpeak Lodge, конечно же. Но это игра, права на которую вы выкупили, правильно получается? Да, это игра, права, которую мы выкупили, но тем не менее мы планируем работать вместе на ее дополнение. А из локализации, если брать? Из локализации большой успех, на мой взгляд, был у нас при сотрудничестве с компанией Plan B. Игра «Мертвый сезон» по щелчку. Ее прям активно люди берут? Ее активно люди берут, да. Мы сделали на нее ставку, и действительно вышло так, как мы и планировали. Мы распродали большое количество копий. Я думаю, что среди локализации она самая успешная за этот год. Хорошо, а что вот такого вы сделали за этот год? Постопо, поскольку сейчас новогодние праздники, уже скоро, да, заканчивается, завершается год, все подводят некоторые итоги. Вот что за этот год вы сделали такого, чем вы действительно гордились? То есть, например, выпустили какую-то игру классно, да? Вы какие-то провели мероприятия интересные, как бы, да? Вот, я знаю, вы в игроков не участвовали. Ну, что вот такого ты отметил, что тебе запомнилось, как вы достижите этого в этом году? Ну, не твоя именно фабрика Игра. Фабрика Игра, спасибо. Я очень рад сотрудничеству с компанией Ела, нам очень комфортно с ними работать. Мы выпустили от нее, от этой компании, две игры, формула скорости и сказочные земли. Я рассчитываю, что в следующем году мы продолжим сотрудничество с этой компанией. Мы нашли синергию с этой компанией, у нас очень хорошо с ними налажен процесс производства игры, участие в этом процессе. Все получается быстро, срок. Давай, да, сразу тебе проехал вопрос, задай небольшой. Вот, формула скорости, не знаю, я обожаю игру, к ней должен быть и дом. Когда форму скорости, вам в чате часто там задают вопросы, в чате вашей группы, когда все-таки приедет формула скорости и когда будет дополнение? Вы разослали, кстати, эти самые базы тем, кто сделал предзаказ? Или все ждут? Нет, мы разослали уже базу. Ну, сейчас мы ожидаем дополнение к ней, тоже будем отправлять нашим бейкерам. Она уже к нам направляется. К сожалению, по разным причинам в этом году мы ее уже не получим. Не попали мне немножко. Нет, в смысле, все не получили или уже часть получили? Ты про дополнение говоришь? Нет, я про базарное. Базу мы уже раздали. А, базу раздали. Ты уже спросил. Понятно. Ладно, хорошо, а что вот, какие вот, про то, чем ты гордишь, ты уже сказал, а вот упущения какие у вас? К сожалению, ты хотел бы исправить в следующем году или не повторять в какую-то определенную ошибку? То есть, например, я не знаю, уволили свой менеджер, уволили маркетолога, того человека, который пишет комменты в группе, там, не знаю, уволили. Всех уволили, один Олег остался, а то есть ты сам пишет комменты. Что вы бы исправили? Ты прям как с языка снял, то, что мы хотим иметь игру уже напечатанную на момент расположения на нашей платформе, чтобы она уже плыла или была уже на нашем складе, и только потом открывать предзаказ. Либо не открывать, если мы хотим сконцентрировать внимание на этой игре для широкой публики и позволить нашим клиентам, нашим магазинам самим собирать. Я понял. Ну, а тогда, смотри, вот как раз, если уж говорим о предзаказах, о будущих проектах, расскажи, может быть, какие игры вы будете сдавать в следующем году, что вы, например, взяли с Cessna, потому что всех же это интересует. Все, вот это наше гиковое сообщество, которое во всех этих, во всех группах всех издателей, и у нас в группе в том числе, они все интересуются, почему у нас в этом году никаких вот, кроме вот того, что объявили Blackout, Гонконг, да, в принципе, пока анонсов Cessna. Ну, или я что-то пропустил, или я просто даже не видел, где они все, куда спрятали издатели все анонсы, почему-то нет. Все сдержанно, то есть, относится к публикационным проектам. Наверное, поэтому, то есть, люди хотят уже произвести какую-то работу, подписать контракты. Когда мы можем четко сказать нашей аудитории, когда будет проект, потому что сейчас мы только собираем, обрабатываем информацию, подписываем контракты, и мы не хотим наступать на грабли, на которые мы наступали в том году. Когда мы объявляем людям некоторый срок, по разным, независимым от нас причинам, он отдаляется, отдаляется. Это негативно сказывается и на мнение о нашем издательстве. Поэтому мы будем объявлять список игр, которые мы предложим нашему рынку чуть позже. Вы, на данный момент, наверное, самый молодой издательство на нашем рынке, есть те, кто занимается локализациями, именно локализациями, и в таком, ну, большом объеме. Есть компании мелкие, которые сделали по одной локализации, вот сейчас есть, я не помню, честно говоря, ребята, как назвать вам, ProBoardGames, они будут сдавать игру, Requiem, VampireNight, но это как бы, они больше пока ничего и не делали, и это чисто фанатский проект. То есть, получается, что, в принципе, вы пока из издательства, которые занимаются локализацией, сами молодое. Как вам при этом удалось взять себе в каталог Войнах Тулху одно из первых игр? Это такой, знаешь, просто я прекрасно знаю эту игру, я в ней играл еще давно, я ее поддержал на втором Kickstarter, мне она приехала, у нас ребята все от нее очень фанатеют, игра отличная, и весь прикол в том, что это, знаешь, это такой, как бы, Moby Dick в мире настольных игр российских, потому что игра сама очень большая, коробка у нее, она есть очень много, и доставка ее в Россию получалась по цене практически самой коробки, а коробка и сама не дешевая. Поэтому все ей грызили, все мечтали в нее поиграть, но ни у кого ее, как бы, практически не было. И тут приходит молодое издательство и говорит, типа, ребята, вы, конечно, все, конечно, здорово, но мы делаем Войнах Тулху. И все немножко, как бы, прифигели. Я помню просто, как бы, я следил за этим проектом, я взял свою русскую версию, у вас тоже самое поддержал, английскую, как бы, буду продавать, видимо. Ну, фишка в чем? В том, что у многих тогда вот в комментах, в том числе, было некоторое неверение, типа, пришли какие-то люди, никому ничего не дали, собирают деньги на игру, которую никто никогда не собирался издавать, потому что все боялись. Почему вы не побоялись и почему, вот, Питерсон Геймс согласились вам ее дать? Ну, отвечая на твой вопрос, я скажу, что мы любим экспериментировать. Поэтому нам... Фабрика игр, издатель-экспериментатор. Да, да, вот это правильная характеристика нашего издательства. Мы любим экспериментировать, поэтому мы и пообщались с Питерсон Геймс, видимо, заразили ему нашим энтузиазмом, и несмотря на то, что тогда в нашем портфолио была одна игра, которую мы напечатали по локализации. А что-то было до этого, да? В смысле? А что до этого было? Не было до этого, не было ничего. Поэтому звезды так упали, что... Древние проснулись, и мы взяли эту игру себе. А что получается? В принципе, получается, что просто даже никто Питерсонов не спрашивал, что до этого? Я думаю, что все обходили стороной, боялись, предполагая, что настолько здоровую игру наша комьюнити не сможет поглотить. Ну, то есть, в принципе, вы Глумхейвену проложили дорогу, да? Да, я думаю, да, я думаю, что это наша заслуга. Ну, тогда вопрос в дополнение и не дополнение, скажем так, в другие издания. Лично от меня, как от большого фаната игр серии «По щелчку», что вы планируете... Ну, то есть, планируете ли вы издавать карбойский «По щелчку», который классический кликмак? У них там дополнение интересное с лошадями, там, с детями и так далее? Мы считаем сейчас этот проект, но он получается дороговат, потому что его комплектация более дорогая, чем у «По щелчку». Он состоит из деревянных компонентов, и цена, которая получается после растаможки, после ВОЗа, с той маржей, которую хотят взять себе магазины, делают игру достаточно дорогой. Она дороже, да, чем в «По щелчку». Она дороже, да, она дороже. Да, понятно. Поэтому мы рассматриваем этот проект к изданию, но с опасением. Опять же, если мы заходим проэкспериментировать, то мы издадим их пока, вот прямо сейчас и завтра, это еще не решено, к сожалению. Понятно, будете экспериментировать с деревянными миппами, если что, я понял. Ну, с дерева мы планируем поэкспериментировать. У нас есть несколько проектов в задумке, есть несколько расчетов с деревянными компонентами. То есть, какие-то наметки у вас на будущий год уже есть, да? То есть, вы ведете переговоры? Мы ведем переговоры, и мы хотим часть производства перенести в Россию. Это связано и с сертификацией, усложненной, и с тем, что можно снизить себестоимость, производя часть компонентов в России. Смотри, вы сотрудничаете с планом «Би»? Да. У них есть две интересные игры. Про одну спрашивает Владислав Попков, это ваш подписчик, и это человек, который ведет блог I'm Geek Now. Это, по-моему, в Симферополе находится. Да. Он спрашивает как раз, типа, про игру от Plano B, Heaven and Ale. Это игра про то, как монахи варят пиво. Такая достаточно комплексная евро. Не хотите ли вы ее издать? Рассматривали ли вы ее издательство или нет? Ну вот, Юра, смотри. Рассматривали ли мы все. Чтобы издательство на остальную игру, должны сложиться множество факторов. Должна быть хорошая математика от правообладателя. Должна быть хорошая отпускная цена, чтобы после официальной растаможки, после выплаты всех налогов, она была на рынке у нас конкурентоспособна. К сожалению, иногда получается так, что игра хорошая, а после производства тиража, после учета всех накладных расходов, цена, которую мы даем конечному потребителю, она не конкурентоспособна. И никто серьезно не будет рассматривать эту игру к покупке, потому что у нас каждый месяц выходят десятки игр. Итак, давай вернемся к нашим баранам. Расскажи мне, вот из того, что вы в этом году издали, какая игра тебе больше нравится? Мне нравятся две игры. И две эти игры принадлежатся компании Evo. Теперь уже нам в русском переводе. Это компания, компания. Это и игры «Сказочные земли» и «Формула скорости». Понятно. Ты в них дома играл вообще? С семьей. Я планирую поиграть с семьей в «Формулу скорости» на Новый год. Конечно, мы ее тестировали без темы, брать эту игру. Но поиграть с хорошей компанией у нее у нас столько много. Понятно. Я надеюсь, тебе она ребятам понравится домашним, потому что игрушка реально хорошая. Вернемся к паре вопросов от наших подписчиков. Дмитрий Китич спрашивает, не хотите ли вы взять на локализацию игру «Wingspan»? Это игра от Джейми Стегмайер, автора «Серпа», «Чартерстоуна», «Виноделия» и так далее. Игра, которую сейчас он пиарит на Инстаграме. Вот что вы думаете? Не смотрели вы на нее, ее сторону вообще или нет? Ну, серьезно, я скажу, что мы на нее пока не смотрели. После этого вопроса я обязательно на нее посмотрю. Я думаю, даже кто-то из нашей компании уже на нее посмотрел. Понятно. Так, поехали дальше. Вот интересный вопрос от Романа Кузьмина. Смотри, он прям такой с заходом. В канун Нового года во сне к тебе явилась картонная фея и сказала, что ты был хорошим приезжим настольщиком, все карты ты оделал в протекторы, компоненты не терял и даже не потер углов ни у одной коробки. В награду за это ты сможешь создать любой проект просто для души, и он обязательно будет успешным. Какой бы утопией это ни казалось. Главное, не забыть добавить к нему наклейки. Что это было бы, чтобы ты сдал? Какая-то была бы игра? О, это была бы, наверное, игра, состоящая из одних наклеек. Вот представьте, поле из наклеек. Есть такая игра, называется Чертер Стоун. Нет, повторять Чертер Стоун не хочется, спасибо. Но юмористическую игру я бы обязательно издал. Юмористическую. А у вас есть что-то на принятие? Дон Дроз Дэ Сол. Дон Дроз Дэ Сол. А, значит, мне кажется, что это игра, про которую думают все издатели, но никто ее никогда не издаст в России, потому что у всех наших издателей немножко, мне кажется, где-то будет что-то сжиматься по этому поводу, чтобы ее сделать. Я не удивлюсь, что хоть и издаст, проэкспериментирует. А, то есть найдется издатель-экспериментатор и сделает. Я понял. Хорошо. Смотри, Александр Кузычкин спрашивает еще. На Кикстартере есть огромное количество эксклюзивного материала, крутых игр и контента, и вот, наработав репутацию, не хотел бы стать надежным посредником для доставки в Россию или считает, что это будет невыгодно? Скажи, Павел, пожалуйста, кто задал этот вопрос? Александр Кузычкин. Кузычкин как-то подслушивал идеи нашей офиса, видимо. Послушаю, что как раз этим мы занимались в ноябре. Мы рассматривали возможность помочь некоторым проектам на Кикстартер попасть на наш рынок. Мы считали математику этой взаимопомощи. Но, к сожалению, с сертификацией при малых объемах национальных игр это просто экономически не выгодно. Потому что то, что мы завозим, мы должны сертифицировать. Сертификат стоит денег. Поэтому экономическая целесообразность этого процесса... Ну, то есть, просто это не выгодно, да, получается? Для меня это не выгодно, к сожалению. А вот Марсель Хатбуллин спрашивает, какого цвета на тебе носки? Сейчас? Сейчас, наверное, да. Классические. Классические это белые или черные? Один белый, один черный, да? Ну, наклейки еще. Носки с наклейками. Нет, классические черные. Ну, про вопрос Алексея Суханова, который спрашивает, сделайте какой-нибудь анонс на 19-й год. Ты сможешь что-то сказать или нет? В 2019 году мы выпустим несколько игр от компании Ankama. Каких именно, я думаю, скоро вы узнаете. Может быть, вы уже догадываетесь, какие-то игры будут. Там будет бласт? Знак лидер. Все это интересует, понятно. Нет, там будет бласт, да. Я этого не говорил, это вырежу. Ты можешь это оставить, понятное дело, что... Хорошо. Мы продолжим сотрудничать с компанией ELA. Я думаю, что мы сделаем анонс этих продуктов после Нюрнберга. Это когда? Это конец января, начало февраля. Понятно. Ну, то есть, будем ждать анонсов от фабрики игр в начале февраля. Вот ты можешь рассказать, что вы точно делаете дополнение к Луглиеву? Ну, мы его сделаем. Ну, вот смотрите, вот хотя бы что-то мы открыли, как бы фабрики игр будет делать дополнение к Луглиеву. Когда? После Нюрнберга мы обязательно объявим конкретный срок. Смотри, Юрий Мщиков, ну ты знаешь, что это такое. Это известный российский дизайнер настольных игр. Он делал, в том числе, например, стальную арену для Гага Геймс. Он спрашивает, планируете ли вы издавать игры российских авторов? Планируем, Юрий. Я напишу вам личку, и мы с вами поговорим. Вот это интересно. Юр, ты дологи от Олега, смотри, я тебя связал, если что. С тебя, ну, что-нибудь типа игры с автографом. Это вопрос от Алексея Суханова. Какая игра у тебя в семье считается новогодней? Вот что бы ты на празднике играл? Я недавно делал, кстати, топ настольных игр, которые можно положить под елку. Там, причем, была как раз формула скорости и сказочной земли. Мы с тобой в этом моменте совпадаем. Там 18 игр я общей сложности набрал. Вот какую игру ты бы взял себе в семью? Ну, давай не будем уже повторяться, уже не формула скорости, не сказочной земли. Во что бы ты поиграл еще со своей семьей на новогоднем празднике? Этот вопрос, я на этот вопрос должен ответить из-за наших игр или из-за игр вообще? Давай вообще. Во что бы я поиграл в Новый год? У меня маленькие дети. Поэтому в семье я играю в основном в семейные и игры на образование, на скорость реакции с моими детьми. К сожалению, не всегда я выиграю своих детей. Ну, это все хорошо, наверное. Наверное. Но мне нравятся хорошие семейные игры. В Новый год, мне кажется, я буду играть с детьми, поэтому я буду играть в игры молодого также издательства «Муравьи Геймс». Хорошая есть игра «Жмилася», поэтому я буду играть в нее. Константин Королёв спрашивает, какая игра тебя удивила больше всего в восемнадцатом году? Какая из них была самая оригинальная из того, что ты играл? Вообще, и от меня вопрос сразу. Ты много играешь в настольные игры, кроме тех, которые ты рассматриваешь на издание? Много ли я играю? Играл бы больше, если бы было у меня больше времени. Что мне понравилось в 2018 году? Какая была самая оригинальная, это вот его спрашивает. По какому критерию оригинальности? Не знаю, я вот, например, для себя, когда у нас сейчас, опять же, небольшой спойлер, у нас с Егором будет два топа в этом году. Один из них будет стандартный топ-10 любимых игр, который как-то менялся с прошлого года уже. А во втором будет как раз вот, типа, удивление года. И вот я там выбирал ту игру, которую, ну, скажем так, либо я от него не ожидал чего-то такого, что вот я в ней увидел, либо эта игра, которая меня просто удивила тем, как она выглядит и как она играет сама в себе. Из последнего, это наш последний проект Раджи Ганга. Я бы, конечно, обязательно у нее сыграл, если бы моя копия не ходила по рукам. Потому что критерий победы, вот, просто взрыв мозга, это неожиданность была, наверное, для меня. Интересная механика. Потому что получается, что тебе надо не просто набивать очки в каком-то одном рейтинге, тебе надо комплекс задач решить сразу. И я бы в нее обязательно поиграл. Ну да, она очень красивая, несмотря на то, что я не очень люблю этого художника, он опорнил кучу всяких евро. Но вот Раджи Ганга, он как-то добавил красок, и у него все хорошо получилось. То есть, если бы там не было написано имя художника, ты бы поставил ему 5 баллов. Нет, она мне и так очень нравится. Просто вся фишка... То есть, мы перешли на интервью, когда ты меня спрашиваешь, я тебя. Хорошо, я отвечу. Давай, давай, три вопроса от Олега в гитмедии. Давай. Юра, я наблюдаю за твоими видео-взорами. У тебя просмотров 100, 150. Я понимаю, что из них где-то половину смотришь ты, твоя жена и твои дети. Скажи, пожалуйста, ты планируешь рекламировать свое сообщество каким-то образом? Ну, смотри, у нас вся фишка в том, что изначально гикмедиа рассматривалась как фановый кабинный проект. И мы старались... Ну, то есть, мы ни разу ничего в него, в принципе, не вложили, нигде на рекламе не раскручивали. Мы планируем поддерживать эту позицию и не вкладывать деньги в проект, поскольку обратная отдача и финансово никакой не приносит. Мы не делаем платные обзоры. Рекламу самому сообществу и рекламу YouTube мы давать не планируем, да тем более, что, в принципе, судя по всему, вот смотри, у нас YouTube запущен всего две недели, у меня уже там 160 подписчиков, и просмотров на некоторых видео доходит до 5-6 сотен. Я считаю, что, в принципе, это нормальный подход, можно и без рекламы пока прожить. Хорошо. То есть, тебе нравится твое видео, которое ты делаешь? Мне не очень нравится видео, которое я делаю. У меня очень пока плохо с монтажом, у меня очень плохо со съемкой, но я же только начал, я буду прогрессировать потихонечку. Можно смотреть, что у каждого следующего видео не считайте, которые наиски снял, и все еще появляются в сети, они идут вверх просто по качеству. То есть, тебе нравится экспериментировать? Не очень мне нравится экспериментировать, мне нравится прогрессировать. Прогрессировать? Ты считаешь, что у тебя есть прогресс? Да, я считаю. Второй вопрос. В ошибках? В ошибках. Мне очень помогает советами Илья Мусеев, например. Мы с ним много общаемся, мне очень полезно все, что он мне говорит. Он мне часто рассказывает про то, какие у меня косяки в видео. В отличие от многих людей, он это делает в приватной беседе. И никогда не говорит, что типа, вот Юра, ты все всрал, как бы, все прям совсем плохо. Он говорит, что вот здесь надо подправить так, здесь надо подправить так, здесь надо подправить так. И мне всегда очень приятно такая конструктивная, когда эта критика идет с советом сразу. Вот Ильюху, он все время подсказывает, что именно сделать надо и как подправить. Почему он не даже говорит, какую кнопочку нажать, для этого надо сделать. Вы с ним и очень похожи. Ну, наверное, с тех пор, как у меня немножко борода отросла, как бы, да. Давай еще вопрос. Я уважаю очень Илью Мусеева и его творчество, и его видеоподкасты. Ильюху классный. Ну, у нас, в принципе, все блогеры, которые работают на рынке, они молодцы. Да, для себя. Каждый старается. У нас, в отличие от тех же самых зарубежных блогов, люди, в принципе, это делают для себя, а не для того, чтобы заработать денег, в первую очередь. Вопрос задает Александр Александрин, и он спрашивает, будете ли вы локализовывать игру Escape Tales The Awakening? Это игра от компании Board & Dice. К сожалению, мы не будем, но мы знаем, что кто-то ее взял на наш рынок. Видимо, наше предложение кто-то перебил. Мы очень довольны, что все-таки игра будет на русском языке, и будем ждать анонсов от игроков рынка, потому что даже я не знаю, кто ее взял. Я, честно говоря, даже не слышал про эту игру. Хорошая, нет? Хорошая, да, хорошая. Есть еще одна игра. Это, вот, кстати, тоже интересно. Вот игру формула скорости, кроме Yela, у нее разработчиком является компания Restoration Games, которая возглавляет Rock Davio. И он сейчас, вот этой компанией Restoration Games восстанавливает, скажем так, и привносит вновь на рынок старые игры в новом воплощении. И он взял компанию игру в Fireball Island. Это такая огромная игра. Там вот такой уставляет спорт в пластиковый остров. Там катаются шарики по нему, бегают ваши фигурочки и так далее. Вот, поскольку вы уже сделали одну игру от Restoration Games, вы посмотрели на Fireball Island вообще или нет? Мы смотрели и смотрим на эту игру, сейчас у нас есть сэмпл этой игры, поэтому будем считать математику. Возможно, если она к нам подойдет, мы ее издадим. Окей. Надеюсь, никто после этого интервью не будет. Я тебе и всем, кто приходит на наши предновогодние интервью, дал задание. Сделать... Да? Какое? Отжаться? Наджаться 10 раз и сделать топ-5 игр, которых издает мне ваше издательство. О, да. Расскажешь мне про них? Это задание мне пришло за 5 минут до эфира. Он хотел меня подловить, но нет. Я уже ранее сказал, что мне нравятся детские игры, поэтому я скажу про игру от Murali Games «Жми лося». Хороший детский филер, семейный филер. Дальше. Четвертое место. Почему? Нет, ну я не по рейтингу. А не по рейтингу просто 5 перешелся. Ну, ты спрашиваешь мне про 5 игр, поэтому я скажу 5 игр. Мне нравится серия «Ticket to Ride» от компании Hobby World. У меня есть игры, которые были локализованы ими, и еще большая часть, которые не были. Все дополнения, включая 10-летнюю версию к юбилею. Я люблю эту серию, играю в разных компаниях, втроем, вшестером. Ну, это одна из самых популярных игр для казуальных аудиторий, в принципе. Да, мне очень просто научиться, и она хорошо держит. Остается 3? Остается 3. Опять же, с детьми, как семейная игра, мне нравится играм «Марракеш» от стиля жизни. Это не такой коврик, знаешь? Да, там надо выкладывать коврики и продавать. Да, мне нравится продавать. Я продаю коврики. Но ты, видимо, как бы продаешь коврики оптом только, да? Я продаю коврики оптом, потому что чем больше ковер получается, тем больше ты заработаешь денежек. Опт всегда побеждает розницу. Я понял. Ну, розница надо помогать. Коврами? Ну, в том числе, коврами, видимо, да. Еще два. Еще два, дай подумать. Я люблю игры, которые локализует Константин, компания «Звезда», поэтому я не пройду мимо игры «Азул». Это абстракт, хорошо оформленный, который у меня дома лежит. И при этом это топ-1 игра прошлого года Эссена? Да, это топ-1 прошлого года Эссена по заслугам. А топ-3 это ваше радио «Ганга». Мы стремимся стать топ-1. И последнее, пятое. Пятая игра будет игрой, в которую я не играл, но которую я видел на Эссене наших друзей компании «Космодром Геймс». Это корпорация смартфона, она на русском языке называется. Я про нее читал, видел, что она получила «Сил оф Экселленс» от Вассена. Да, кстати, да. Между прочим, это хорошая заслуга. Ты можешь мне сказать какую-то еще игру на вскидку? Из наших? Из наших. Нет, наших не назовут. Это же хорошо. Ребята молодцы, издали солидную игру. Я, правда, пока не играл, очень планирую в нее поиграть, потому что про нее достаточно много говорят. Ну, я вот тоже хотел ее отметить даже для себя, потому что это интересно, когда наши издатели с места рвут. И давай я тебе задам еще такой вопрос. Что ты нам готов сегодня показать из того, что еще люди не видели? Ктулху. Это, кстати, было бы интересно. Мы этим и покажем. Да, был. Итак, по волшебству у нас вместо сказочных земель и жуткой лавки появилась огромная карабинь Ктулху Варс. Как вы, в принципе, понимаете, во всех языках верхняя часть коробки одинаковая, она на английском языке. И это в силу маленького тиража. Вот сзади здесь уже видно, здесь все на русском. Ну, написано Ктулху, все еще жив. Гор Филиппслав Крафт. Играс Энди Питерсон, все на русском. Можно открыть ее, да? Конечно, давайте. Будет ли хорошо видно? Должно быть все хорошо видно. Вот правило, это буклетик на 70 страниц. Блин, он прикольный. Я его просто еще, как бы, ну, я же в леске его даже не видел. Он полностью на русском языке? А, вот они о чем говорили, обещали. То есть здесь получается еще маленький анбоксинг такой, как бы. Здесь паншеты толстые, у меня, например, вторая редакция, они тоненькие. Здесь они из плотного картона, трехмиллиметрового. Если Олег оставит мне коробку на некоторое время, я сделаю анбоксинг и покажу вам, в принципе, все, что внутри находится. Потому что, конечно, отсюда это выглядит очень круто. Пожалуйста, сделаем. Это не 3 миллиметра, мне кажется, это больше, чем 3 миллиметра. Это миллиметр 4. И вырук приятно такая. Ну, я про это все расскажу. Все в органайзере. Устроен чуменник, мешочек. Ну вот, а все остальное выглядит, как предыдущий, как предыдущий редакции. Я покажу просто ктулку, воду, ктулку. И очень, конечно, приятно, что все на русском, но поле на английском языке, об этом, насколько вы должны были предупредить, потому что мы когда переводили, мы даже специально по вашей просьбе в правилах указывали все названия, сколько на английском языке. Мы предупреждали об этом. Крутейшая коробка. Есть еще что-то? Покажи, что-нибудь еще. Ты с собой приведу большую коробку, я вижу, что там уже нажимать. Принес дополнение к игре формулы скорости, опасные трассы. Это уже тиражный образец. Юра, смотри. Спасибо. Значит, здесь две новые трассы, то есть двустороннее одно поле, и должно быть шесть карточек, они должны быть где-то внутри. А вот они, кстати. Тоже все рубашки на русском языке. Как мы уже рассказывали в новостях у себя тогда, после того, как я, собственно, приехал здесь трассе со спецправилами. И это как раз вот то, что приедет вместе с базой в начале встречного года, да? Да, да, да. Мне, конечно, больше всего вот та коробка воодушевляет, потому что я заказал себе, в принципе, вообще все, и я очень жду, когда это все придет. Ну, кроме того, что у меня было, у меня было три дополнения, дополнительные фракции, я считаю, что просто они прям очень нужны для игры. То есть, ну, конечно, они не необходимы, но они очень приятно изменяют игровой процесс. Олег, и поскольку у нас выпуск предновогодний, может быть, будут какие-то пожелания и поздравления своим игрокам, подписчикам, клиентам, оптовым и розничным. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Каждая настольная играет новые впечатления, новый мир. Желаю вам, чтобы эти впечатления были положительными и приносили вам радость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!